здравствуйте друзья подписчики и гости моего канала сегодня плановая пересадка желтенького бегле чека как он называется я ставлю название его внизу видео знаете что я не знаток языков поэтому переводится как летний поцелуй по моему ну просто напишу английское название очень красивый бегле я о нем уже снимала видео показывала когда я его купила показывала что я не пересаживаю его видео примерно вышло дней 25 назад и ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео тоже будет ссылка он распустил уже все свои цветочки смотрите как интересно но здесь крупные цветы он выцветает немножко здесь уже очень-очень такой бледный цвет здесь на верхушечке цвет поярче и вот его последний цветок он еще маленький он еще не совсем раскрылся он совсем распускается таким ярко ярко-желтым за это время он все-таки решил дорастить еще один маленький бутончик это вот нами за месяц он доращивает этот бутончик но почему его пересаживаю он начал растить листик вот там крохотно его плохо еще видно но вот он срединке пошел маленький листик поэтому пересадка плановая давайте разбирать корни смотреть и пересадим пересадка будет керамзит горшок вот такой двойной вот этой фирмы 14 литра но сначала мы разберем посмотрим корни если что-то там оказалось в корнях плохое мы естественно уберем не думаю что что-то там очень очень много будет плохого но мало ли я вижу вот засушенный листик здесь поэтому нужно уже разбирать так сейчас уберу палочку у него потому что любят протыкать насквозь горшки палочками и палочка держит просто цветок в горшке сейчас делаю это не сломать цветок немного нажимаю на горшок но чтобы не повредить чтобы корни не хрустнули нужно это делать очень очень нежно я бы сказала и потихонечку подтягивая его ни в коем случае резко не тянуть потому что вот эти корни они могли просто прирасти немножечко горшку поэтому делаем все аккуратненько вот вышел так немного как у немного кокосовых чипсов кора сейчас увидим если торфяной стакан похоже что его нет хотя он может оказаться и с другой стороны какой-то не очень приятный запах идет от грунта такой прелый запах нет торфяного станет вот он вот небольшой кусочек из торфяного стакана сейчас увидим и есть но конечно же есть вот он как же без него то сейчас очень длинный цветонос хочется его не повредить вот он торфяной стакан вот молодой корень вырос посмотрите от старых корней тут тоже есть молодые ростики вот вот наметилась что-то так остальное убираю руками этот листик он сам отпал есть небольшое количество сухих корней вот болтается совсем вот еще торфяной стаканчик попался так ну что такие кори корешочки надо конечно пойти промыть все растение промыто естественно когда его первый раз показывала и оставляла в таком состоянии я вам говорила что я обязательно листья промываю все зеленым мылом и оставила его так расти но потом у меня простоял примерно месяц сейчас промыла корни потом вам покажу все эти корни и наверное мы его все все таки сразу посадим я промыла орхидеи корни ссылочку на то как я промываю корни я вам тоже оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео и решила все таки эти корни обработать фитоловином мне не очень понравился запах грунта и в грунте были какие-то присутствия то ли грибков такой белый налет был на грунте хочу обработать эту орхидею вот таким препаратом фитоловин ссылку на то как я развожу фитоловин я вам тоже оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео здесь у меня стоит уже литр воды с разведенным фитоловином разводится 1 2 миллилитра одна капсула я просто опускаю растения на 10-15 минут хорошо если она помещается прямо глубоко поставлю вот так чтобы цветонос не упал сейчас подставлю палочку потому что цветонос очень тяжелый цветов много поэтому невозможно его так оставить он просто упадет сейчас и поломается и пусть она так постоит 15 10-15 минут так подставляю палочку чтобы цветонос не упал пока стоит и прикрепляю цветонос к этой палочки если палочку используете повторно обязательно ее нужно хорошенечко промыть и обеззаразить ну и пусть у так постоит 10-15 минут это такая профилактическая мера потому что непонятно какие там что было в грунте какие там были грибы но на всякий случай этот препарат фитоловин он от бактериальных и грибковых болезней мало ли что там было в грунте убираю орхидею из это лавина на сутки ставлю ее в другое кашпо чтобы корни просохли и фитоловин заработал и через теперь сутки покажу вам как я ее посажу хотела чтобы прошли сутки но так получилось что прошло двое суток после обработки этой орхидеи верхней цветочек даже дорос немножечко стал побольше бутончик тоже остался орхидея не засушила ни одного цветка и теперь я могу спокойно пересадить хотела пересадить горшочек 14 но взяла немножко горшок побольше по моему это двойка у него здесь нет наклеечки по моему это двойка подошла корней орхидеи очень много лучше взять горшочек побольше такой же двойной горшок убираем наклейку я уже говорила что будет простая посадка в керамзит могу показать вам ее корни здесь растет уже молодой корень за два дня стало видно маленький листочек который растет из серединки смотрите в этот горшок корни помещаются лучше не там не не складываются не ломаются поэтому взяла горшок чуть побольше оставлю эту палочку потому что цветонос довольно таки тяжелый еще немножко кривой поэтому оставляю палочку для цветоноса пусть так и растет и как всегда засыпать засыпаю влажным керамзитом постаралась засыпать все корни керамзитом но керамзит вот примерно на сантиметр ниже горшка потому что все-таки орхидея будет расти а когда она отцветет и начнет расти листики то вполне возможно что есть что-то понадобится она начнет отсушивать но это нормально когда орхидея отсушивает нижние листики и растет новые поэтому для того чтобы был оставляю пространство для маневра если она отсушит листики я просто потом подсыплю керамзит потому что она будет выпускать новые корни моим орхидеям нравится посадка в чистый керамзит это уже из личного опыта они лучше растут вы же делаете посадки такие как вам нравится смог керамзит кора ну то есть то что подходит именно для ваших орхидей вот для моих подошел керамзит просто идеально как всегда керамзит у меня мокрый корни доль тоже были влажные но не мокрые поэтому я на сутки на двое оставляю просыхать керамзит и корни а потом уже поливаю или сразу ставлю на мокрые пяточки вот горшок верхняя часть горшка и нижняя часть горшка для мокрых пяточек или ставлю на мокрые пяточки или несколько дней просто пробрызгиваю грунт смотрю состояние орхидеи и что ей нравится что или не нравится или наливаю половинку то есть приучаю ее к мокрым пяточкам которые обязательно буду использовать летом летом у меня все орхидеи стоят на мокрых пяточках но еще можно это назвать на ленивым поливом потому что у меня орхидей более 150 штук и конечно за всеми 150 штуками каждый день ухаживать невозможно я их конечно просматриваю обязательно подхожу наблюдаю что с ними происходит но поливать каждый день у меня просто не получается поэтому буду приучать орхидею к мокрым пяточкам вот друзья все что я вам хотела сегодня рассказать и если вам интересны мои посадки разные абсолютно есть и спина стеклом есть сперли там оставлю вам ссылку на плейлист в правом верхнем углу экрана и под видео и если вы уже подписаны на мой канал нажмите на колокольчик и вам обязательно будут переходить оповещение о новых видео вышедших на канале до новых встреч друзья